Рождественская сказка приходит в дом к многодетной семье Филипчик. Мама Светлана воспитывает четверых. Один ребенок особенный. У 9-летней Ксюши гидроцефалия. Она родилась недоношенной и перенесла больше 10 операций. Депутат Николай Силков привез ей в подарок игрушки, спортивный инвентарь и набор для творчества. Канун Нового года, Рождества, в эти замечательные праздники, всем, кому нужна помощь, всем, кому нужно тепло, чтобы дети, особенно дети, получили вот эту капельку добра. И ни один ребенок, в общем-то, не остался без внимания и без подарков. В уютной трехкомнатной квартире, которую семья построила с господдержкой, не смолкает детский смех. Старшая дочь, 13-летняя Анастасия, помогает маме во всем. Присматривается младшими и находит время для занятий народными танцами. Диме 7, он будущий футболист. Малышке Бажене 2,5. Не по возрасту смышленая девочка пытается все повторить за братом. Огромное, конечно, спасибо, что пришли, поздравили, не забыли. Очень приятно, что не забывает нашего ребеночка. С теплыми поздравлениями и ценными презентами к семье Головиных приходит депутат Владимир Свиридов. У мамы Ирины трое детей. Один из них нуждается в особом внимании уходе. У 15-летнего Артема ДЦП. В подарок мальчику такой необходимый ингалятор, а для души – музыкальная колонка. Я просто не ожидала такого вот восторга, что нас не забыли, вспомнили о нас, обратили на нас внимание, подарили то, что мы хотели. Спасибо большое депутатам. Минуты новогоднего волшебства останутся надолго и в памяти дружной семьи Мороз. У мамы Натальи две дочки – Маргарита и Верочка. А еще особенный сын – Сережа. У 14-летнего мальчика аутизм. В подарок от народного избранника сертификат на 100 рублей в детский магазин и скидка на услуги связи. Рождество – это такое время чудес, поэтому нужно верить в чудеса, нужно, чтобы, если есть возможность, дарить эти чудесные подарки, чтобы дети верили в это. И от этого мир станет немножко прекраснее, немножко чудеснее, и все будет хорошо. К благотворительной акции «Рождественская мечта» присоединяются и другие представители городского и областного советов депутатов. Каждый народный избранник делает все, чтобы в эти праздничные дни ни один ребенок не остался без такого нужного внимания и долгожданного подарка. Марафон добра продлится до 14 января. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.